Начало марта этого года. Хозяйства Гомельской области начинают работу на полях. Основное внимание в эти дни – внесению удобрений и подготовке почвы. Еще одна задача – завершить подготовку техники, которая будет принимать участие в посевной. Часть средств на эти цели выделил облсполком. Кроме того, менее сложные работы в хозяйствах выполнили собственными силами. Если ремонт не сильно трудный, то работники наши слесаря и мастер-наладщики выполняют сами. Такие, конечно, как ремонт моторов Дойтс, Детройт, конечно, лучше отдавать специалистам, которые более разбираются в этом. В середине марта 2020-го ранние яровые культуры на Гомельщине были посеяны уже почти на 40% площадей. На полях работают все хозяйства области. Причем рабочий день доходит до 12 часов. Кстати, в эти дни появляется и первая информация о выявлении коронавирусной инфекции в регионе. Однако посевную решили не прекращать. Время показало правильность такого подхода. Область не только смогла обеспечить себя продуктами питания, но и нарастить экспортные поставки сельскохозяйственной продукции. Пожалуй, единственное, что тревожит – облака пыли вокруг тракторов. Это явный признак – почва сухая. В хозяйствах говорят, там, где в предыдущие годы нельзя было сеять из-за высокой влажности. Сейчас техника проходит без проблем. Возможные риски тем более неприятны, что в этом году к полевым работам подготовились совсем неплохо. Техника подготовлена во всех хозяйствах. Топливо мы обеспечены, семена подготовлены, протравлены, протравители есть, поэтому все хозяйства активно выехали в поле и трудятся. В моей аграрии региона столкнулись с еще одной проблемой – ночные заморозки. Вообще, это явление на Гомельщине отмечалось и раньше. Однако таких низких температур не было давно. 13-14 мая в ряде районов термометры показали минус 8. Кукуруза полностью погибла на 7 тысячах гектаров. Это 2% от посеянного. На 24 тысячах гектаров эта культура оказалась поврежденной. Кроме того, проблемы возникли с выращиванием овощей. Уже готова рассада помидор, перца, огурцов, и она готова к высадке. Но мы ее не высаживаем. Да, она немножко перерастет, но зато более гарантированно будет ее высадить на той неделе в более благоприятные условия. А сейчас, конечно, это будет неправильно. К середине июля трудности, вызванные неблагоприятными погодными условиями, остались в прошлом. На поле массово выходит зерноуборочная техника. Хозяйства убирают рожь, пшеницу и третикали. В этом году к жатве приступили немного позже, чем в прошлом. Зато урожайные зерновые гораздо выше. Директор открытого акционерного общества Калининский Добружского района Виктор Байдов результатами доволен. Говорит, что не зря коллектив приложил столько усилий. Если в прошлом году намолотили 6 тысяч тонн зерна, то в этом должно быть как минимум 10. Я считаю, что урожай этого года очень отличный. Значит, если мы в прошлом году брали 25-30, то в этом году около 50 центнеров будет. Вот это третикали, где мы сейчас находимся, я вот это поле должно дать в пределах 50-60 центнеров с гектара. В этом же месяце на Гомельщине начинается чествование первых тысячников. Наряду с мужчинами среди героев жатвы есть и женщины. Директор сельского дома культуры Мария Фалий из Брагинского района в эти дни – помощник комбайнера. На трудности не жалуются, хотя работать приходится много. 6 часов устаем, к 7 приезжаем на работу. Потом на 12 возвращаемся уже с работы домой. 8 августа стало известно, на Гомельщине собрали 692 тысячи тонн зерна. Именно такой урожай в прошлом году получили за всю посевную кампанию. При этом средняя урожайность на 30% превысила прошлогоднюю. По прогнозам облсельхозпрода, общий намолот этого года должен превысить 900 тысяч тонн. Среди всех районов можно выделить ряд, которые перешагнули уже цифру 90%. Это наш Гомельский, Добрушский район, Мозырский район. Кроме того, у нас по урожайности тоже можно выделить ряд районов, которые работают с урожайностью более 30 центнеров. Областные дожинки в этом году принимал Мозырь. Лучший по производству зерна – Жлобинский район. Темп роста за последние три года достиг здесь 130%. Лучшее хозяйство в этой номинации – экспериментальная база Крыничная с Мозырщины. Практически треть экипажей комбайнеров вошли в Клуб Тысячников. Победитель с результатом 2674 тонны – экипаж Ивана Вырвича из агрокомбината «Холмич» Реческого района. И, пожалуй, самый главный результат – в этом году собранный урожай на треть больше прошлогоднего. Конечно, когда мы посмотрели и вернулись к истории этих лет, увидели, что Гомельщина может молотить и более миллиона. Поэтому на сегодняшний день мы, конечно, не останавливаемся на этом и уже закладываем урожай следующего года. Наша задача – молотить не менее миллиона тонн в следующем году. Кстати, в этом году на Гомельщине впервые чествовали не только механизаторов, водителей и животноводов, но и руководители сельскохозяйственных организаций. Конкурс провели по инициативе областного агропромышленного союза. Победители определяли в двух номинациях. Со стажем работы в конкретном хозяйстве до пяти и более пяти лет. Как ожидается, на следующей неделе дипломы получат шесть победителей и девять лауреатов. Они обычно остаются в тени. Это руководители. И вот с этой целью мы проводим этот смотр-конкурс на лучшего руководителя, чтобы еще раз подчеркнуть, что роль руководителя ни в коей мере не умаляется, от нее зависит очень многое. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Валерия Гопанько. Новости недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова